Я знаю наверняка, вы это слышали, тем не менее, пробуйте писать письма. Вот у вас есть какое-то сомнение, вы хотите что-то человеку высказать. Вот сделайте паузу, выложите это на бумагу, прочтите это вслух, и после этого только принимайте решение. Не делайте никогда наперёд. Почему? Потому что всегда очень хочется достучаться, донести, докричаться, додолбить человека, чтобы вот только он понял. Запомните главный алгоритм. Если человек что-то хочет осознавать, что-то осознает, он осознаёт сам по себе. Если он не хочет осознавать, то нет таких слов, которые бы заставили бы его это сделать. То есть вы не могли бы в своё время Чикатило сказать, слушай, перестали убивать людей, это плохо. Он бы сказал, боже, почему раньше не сказали, я этого не знал. Это не работает. Если человек это хочет делать, он это делает. Всегда лучшее воздействие – это свой пример, это своё состояние. То есть, если вы хотите внимания от мужчины, дайте сначала внимание себе, чтобы, вы знаете, как говорят, не надо ходить в магазин голодным, потому что набираешь всего того, что надо, всё, что не надо. Так и здесь. Вот, чтобы больше быть сбалансировано рядом с мужчиной и в выборе мужчины, сначала будьте самодостаточны, дайте себе это внимание, дайте себе это довольство. Всё, что хотите, вплоть до того, что и ласку, и нежность, дайте себе тёплые, хорошие слова, которые, возможно, вы хотели услышать от кого-то. Но скажите их себе сами. Но только вслух. Я ещё раз призываю, только вслух, ни в коем случае не мысленно, не в голове, потому что это не работает, это совсем другой клинкор, это уводит совершенно другую подсказь. И вы увидите, какой будет исход. И вы увидите, какой будет исход.